Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлайз. Закончился 2020 год, и в интернете появился рейтинг городов, максимально благоприятных для переезда в нашей стране. На первом и втором месте, естественно, Москва и Санкт-Петербург, но их мы сегодня касаться не будем. Мы с вами рассмотрим остальные места, начиная, собственно, с третьего. Тема сегодняшнего видео — города, максимально благоприятные для переезда в нашей стране. Точнее, недвижимость в этих городах. Посмотрим, сколько стоит купить однокомнатную квартиру и арендовать однокомнатную квартиру. Давайте начинать. Рекомендую досмотреть это видео до конца и просто охренеть от цены на квартиры в последнем городе. Смотрите до конца, я отвечаю, вы с ума сойдете. Собственно, как я поступил? Я взял список этих самых городов, и на Авито в критериях поиска я вбивал город, вбивал однокомнатная квартира, вбивал площадь от 25 до 30 квадратных метров, ну и, собственно, смотрел стоимость. И сейчас вам покажу самые доступные варианты в тех или иных городах. Собственно, я смотрел продажу квартиры и смотрел аренда квартиры. И начнем мы с первого места. Самый благоприятный город для переезда в нашей стране – это, конечно же, Краснодар. Все хотят переехать в Краснодар, все хотят жить в Краснодаре. Оттого Краснодар, мягко говоря, становится уже практически не резиновым. Кто был, друзья, в Краснодаре, кто знает, какие там пробки, тот понимает, о чем я сейчас говорю. Я однажды ночью в Краснодаре стоял в пробке. А плюс еще к этим пробкам добавить тот факт, что Краснодар все-таки южный город, люди там такие лихие, южные, горячие. В каждой машине есть либо травмат, либо нож, либо какая-нибудь дубина. И вот стояние, бесконечное стояние в краснодарских пробках периодически вызывает какие-то дикие конфликты. Несколько раз я видел, как люди в пробке начинали стрелять. Вот такой он Краснодар, но все хотят туда переехать, потому что тепло, потому что море рядом, потому что это Краснодар. Давайте смотреть, сколько стоит там квартира. Кстати говоря, квартира в Краснодаре стоит не очень-то и дорого. В районе Прикубанский, я так понимаю, что это какая-то окраина Краснодара, не самый благополучный и благоприятный для жизни район, но все же это Краснодар. Квартира стоит 785 тысяч рублей. В принципе, приемлемая цена. Ну а если мы говорим о самом Краснодаре, то там начинаются где-то от миллион-миллион двести. Что касается аренды квартиры в Краснодаре, то за однушку в месяц вы отдадите примерно 10 тысяч рублей. Ну, точнее, цена начинается от 10 тысяч рублей аренды. Переходим ко второму месту рейтинга самых благоприятных городов для переезда. И здесь у нас столица Урала, город Екатеринбург. И в Екатеринбурге однокомнатная квартира площадью 25-30 квадратных метров начинается от полутора миллионов рублей. В сравнении с Краснодаром дороже, но и аренда здесь тоже дороже. Арендовать однокомнатную квартиру будет стоить 14 тысяч рублей в месяц. Третье место рейтинга самых благоприятных городов для переезда в нашей стране – это столица Татарстана, город Казань. Я бы рекомендовал рассматривать переезд в Казань только для тех людей, кто по национальности татарин. Да, безусловно, национальный вопрос не так важен, но это только нам кажется. На самом деле, в Татарстане, ну, судя по общению с моими знакомыми, которые там проживают, если ты не татарин или у тебя жена не татарка, очень сложно занять какую-нибудь высокую должность, очень сложно продвинуться по карьерной лестнице. Все основные должности в республике занимают, естественно, татары, друзья. Если вы особо ни на что не рассчитываете, просто хочется жить в комфортной среде, то, конечно, Казань – классный город, и квартиры там стоят не очень дорого. Однокомнатная квартира начинается от миллиона семьсот тысяч рублей. И пока это самая высокая цена на покупку квартиры. Но в Казани достаточно дешево и доступно арендовать однокомнатную квартиру, и это будет стоить всего лишь десять тысяч рублей, так же, как и в Краснодаре. Мы добрались до четвертого места нашего рейтинга, и здесь у нас город Владивосток. И вы не представляете, сколько в Владивостоке стоит однокомнатная квартира. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с выгодным географическим положением. Может, тот факт, что в Владивостоке люди получают зарплату в долларах. Может быть, торговля с Японией, какие-то финансовые потоки. Не знаю, что повлияло на цену квартиры. Но в Владивостоке однокомнатная квартира стоит чуть ли не дороже, чем в Москве. Шесть миллионов рублей стоит однуха. Хрущевка во Владивостоке. И это не просто прихоть какого-то сумасшедшего хозяина, который решил вот настолько дорого продать свою квартиру. Нет, в Владивостоке много таких объявлений. И купить жилье в Владивостоке дешевле, чем 3 миллиона, вообще невозможно. То есть 3 миллиона будет стоить какая-нибудь комнатушка, на самом деле. Поэтому, друзья, если вы планируете переезжать во Владивосток, вероятнее всего, квартиру вы там себе не купите. Но зато можно ее арендовать. Сумма аренды не такая уж и высокая. 14 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру. Друзья, а в каком из вышеперечисленных городов хотели бы жить вы? Пишите в комментариях. Это был канал Миклуха МакФлай. Всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok